Совместный дуэт двух классов 10-й Б и 9-й А И мы с вами уходим совершенно в другой жанр, в другой стиль На нашей сцене повесть Бориса Васильева Завтра была война Пожалуйста, ребята, 10-й А, садитесь спокойно в зал, отдыхайте, смотрите, получайте удовольствие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что ж, давайте аплодисментами поможем артистам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! То весь наш класс поместился на одном ряду Наша компания была тогда небольшой Часто собирались у меня дома Питали книги вслух Делали вместе домашние задания в Алтаре О друзьях, о фильмах, о войне в Западной Европе И просто так, ни о чем Заводила во всем была, конечно же, Искра Полякова Круглая, отличница, ты вообще хороший товарищ А еще в нашей компании, кроме Искры, меня Да-да, такой беззаботной и веселой я тогда была Вилле, Джорик Ландес, Артем Шефер и Лена Бокова Вскоре к нам присоединились Вика Люберецкая и Сашка Стамецкая 1940 год Этот год был полный событий для нас Он был очень трудным И тогда мы еще не понимали, что он станет последним годом нашего детства А началось все со знакомства с Викиным отцом Ее мама давно умерла И теперь Вика жила только с отцом в красивом многоэтажном доме в центре города Главный инженер авиационного завода Леонид Сергеевич Люберецкий Очень любил свою дочь И у нее всегда были самые лучшие заграничные наряды И прическа из прихмахерской А в школу ее подвозил блестящий автомобиль Кроме этого, Вика Люберецкая была очень красивой девочкой Мы даже немножко завидовали ей И наш Жорка был влюблен в нее Ой, девочки, проходите Здравствуйте, девочки Позвольте представиться Леонид Сергеевич Люберецкий И Скорполякова Очень приятно И Зинаида Коваленко Очень рада Девочки, прошу за стол Сейчас мы будем пить чай Вика, где наши любимые пироги? Нет, нет, что вы, не надо, не нужно Мы сейчас уже уйдем Нет, нет, нет Наконец-то у моей Вики появились подружки Девочки, присаживайтесь Ой, какие конфеты Зинаида Девочки, угощайтесь Леонид Сергеевич был так радушен и остроумен Что даже Искра, которая всегда была серьезной девушкой и строгой комсомолкой Вдруг неожиданно разговорилась И поведала о том, как пару дней назад, на дне рождения Артема Шефера Мы читали изумительные стихи Есенина А завод школы потом отчитала нас за воспевание упаднического поэта Нет, девочки, это не серьезно Никто Сергея Есенина не запрещал В его стихах нет ничего криминального Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает А если хотите, я могу позвонить ей Нет, нет, что вы, не нужно В своих делах мы должны разбираться сами Нужно вырабатывать характер Молодец Честно признаться, я давно хотел познакомиться с вами Искра Папа Разве это тайно? Извини, как оказалось, я давно знаком с вашей мамой Как-то повстречались в горком И выяснили, что служили еще в гражданской войне В одной дивизии Удивительно отважная была дама Прямо Жанна Данк Комиссар Комиссар А что касается поэзии в частности И искусства вообще Искусство должно быть чувством Динаида Ниночка абсолютно права Искусство должно заставлять тревожить Любить и ненавидеть Вот, наверное, поэтому мне нравится Есенин Ну, девочки, мне пора Веселитесь Слушайте хорошую музыку Читайте книжки И читайте хорошие стихи Леонид Сергеевич, можно мы вас проводим? Да, конечно Сашку Стамескина, которого иногда притаскивала Искра Мы не жаловали Он был за отпетой компанией Ругался, как ломовой Но Искра и вздумалась его перевоспитывать И Сашка стал появляться не только в подворотнях А Жорка с Артемом так часто дрались с ним и с его приятелями Что забыть этого уже не могли Но Искра сказала, что будет так И мы терпели В тот вечер нашей Лене вздумалась погулять с ним Раньше они дружили И Сашка часто спорил с ней Но в последнее время стал улыбаться И улыбка этой Лене решительно не нравилась Почему ты улыбаешься, если ты не согласен? Ты спорь со мной и отстаивай свою точку зрения А меня и твоя точка зрения не стоят Эй, Стамескин, это не по-товарищески Ты хитришь, Стамескин Ты стал ужасно хитрый человек Я не хитрю Олыбаюсь от того, что мне хорошо Давай сядем Понимаешь, если рассуждать логически То жизнь одного человека представляет интерес только для него одного А если рассуждать не по мёртвой логике, а по общественной То он, то есть человек Ты, наверное, рассердишься, если я... Что? Нет Ты наверняка рассердишься Да нет же, Саша, ну Можно я тебя посовую даже? Вот Я же не просто так Давай Нет, 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 пусти Страшно, да? У тебя бьётся сердце? Давай ещё раз, а? Ещё раз дольше Нет, Саша, нет, нет Со мной что-то происходит Я должна подумать Приходи, садись Вика, спасибо тебе за книгу Пожалуйста Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи Это замечательные стихи И я уверена, что их вскоре все оценят И Сергею Есенину поставят памятник И ты знаешь что, Вика? Я никогда не задумывалась А что же такое любовь? Наверное, это стихи заставили меня задуматься Папа говорит, что для человека есть две святых обязанности Для женщины научиться любить А для мужчины служить своему народу Искра, а как ты представляешь себе счастье? Счастье — это быть полезным своему народу Нет, это долг А я говорю о счастье О счастье? Ну тогда не знаю А как ты его себе представляешь? Счастье — любить и быть любимой Но я не хочу какой-то особенной любви Пусть она будет обыкновенной Но самой настоящей И пусть будут дети Трое Два мальчика и девочка Вот я одна И это совсем не весело А для мужа я бы сделала все Чтобы он стал Чтобы ему было хорошо со мной И чтобы мы жили с ним вместе Счастливо И умерли в один день Как пишет Александр Грин Кто? Ты не читала книг Грина? Я обязательно тебе дам книжку Прочтешь Спасибо большое Знаешь, Искра Ты самая лучшая девочка, которую я знаю И я очень хочу с тобой дружить Но я не знаю Смогу ли я полюбить тебя так, как хочу Ведь ты максималистка Разве плохо быть максималисткой? Нет, не плохо Я уверена, они нужны людям Но с ними просто невозможно дружить А любить их просто нереально Ты учти это Ведь ты будущая женщина Да-да, конечно Спасибо тебе, Великова За веселье Подожди Ты прости меня, что я это сказала Но я должна была сказать Я хочу говорить правду И только правду Как ты Ах, значит ты хочешь стать максималисткой С которой так трудно дружить? Не хочу, чтобы ты ушла обиженной До свидания На дне рождения Артема Я вдруг осознала, что он влюблен в меня Это было изумительное открытие А потом он пригласил меня в кино 1 октября Да, это было 1 октября 1940 года Я пошла на свое первое свидание с ним Возвращаясь после кинотеатра домой Под заросшей каштанами улицы Карла Маркса Артем что-то рассказывал Было так весело Дошли до дома Люберецких И Артем, увидев скамейку в кустах Предложил немного посидеть Я давно хотел тебе сказать Что ты это Что ты очень красивая девочка Ты 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 мне очень Ты очень Подожди Смотри Там Машина какая-то странная И Окня в занавешивании Папа, папочка Вы не ты, вставите Вика, выезжай к Коте Все бросай, выезжай Это неправда, неправда Уберите, наконец, девчонку Я ни в чем не виноват, доченька Я ни в чем не виноват Это какая-то ошибка Я честный человек, честный Что это такое? Это арест, Зина Люберецкого арестовали, как врага народа Надо что-то делать, бежать Подержали, грызгли, скорее Я прибежала к Искре Она уже спала и никак не могла понять Что я кричала ей в истерике Быстрее сообразила ее мама На следующее утро Искра строго велела молчать О ночном путешествии Но к обеду по школе поползли слухи Об аресте Викиного отца Вика в этот день в школу не пришла И после уроков Искра повела нашу компанию На квартиру к Люберецким Зачем вы пришли? Я не просила вас приходить Ты не просила? А мы пришли Мы все правильно сделали Ты нам еще спасибо скажешь Ой, вещи все разбросаны Так, ребята, за дело Жора и Саша идите на кухню Помойте и сложите посуду Артем, быстро в кабинете Леонида Сергеевича Собери все книги Зина Вика, ты ела сегодня что-нибудь? Не помню, не надо Так, Зинаида, марш на кухню Сготовь что-нибудь нам Я мигом Ты отправилась в Викторию к Филке? Да Но она не приедет Будет только флаг и купить халк А как же ты одна? Ничего Сегодня папа с Зиной приходил Хотел, чтобы я к ним жить переехала Ну так это же замечательно Замечательно? Уйти отсюда значит поверить, что папа в самом деле преступник А он честный человек, честный Я должна его ждать Зачем вы вообще пришли? Вы пришли, потому что знаем Леонида Сергеевича И уверены, что он ни в чем не виноват Ни в чем Это просто чудовищная ошибка, ты слышишь? Да, ошибка, я знаю Он сам сказал мне это на прощание И знаешь что? Давайте поставим чайник и будем все вместе пить чай С пирожными, папиными, любимыми Так, Николай Григорьевич Как хорошо, что я вас нашла Вы, как директор, обязательно должны присутствовать при моем разговоре с Поляковой Ну что ж, пойдемте Вызывали? Проходите, Бритова И ответьте нам, пожалуйста Где вы были вчера? Вчера у Василия Грецкой И подговорила ребят пойти туда Я предложила, но ребята пошли сами Зачем же? Чтобы не оставлять человека в беде Она называет это бедой Нет, вы слышите, Николай Григорьевич? Слышу, слышу Значит Гошель Организовала субботник в квартире Врага народа Как благородно А может быть ты считаешь, что Люберецкий Неприступник, а невинная жертва Почему мальчиш? Наша партия не ошибается Никогда Мы не будем делать здесь выводы Учитывая твое безупречное поведение в прошлом, Полякова Но учти Завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание Собрание? А повестка? Я считаю, что Люберецкую Как дочь врага народа Необходимо исключить из рядов ленинского комсомола Ну за что, ну за что же Но она же не виновата, что ее отец Конечно Сядь Успокойся Я не буду проводить этого собрания Что ты сказала? Я Не буду проводить Этого Собрание Да ей же плохо Что вы стоите, как к лужам? Если вдруг и страх Эх, Искра, Искра Хороший человек Откуда знаете, что хороший? Нетрудно догадаться Я позвоню в райком Собрание будет через неделю Так надо, Искра, пойми Я понимаю Можно я уже пойду? Мне лучше Иди Неделя до собрания была обычной Списывали, подсказывали Решали, отвечали Сочиняли записки Приглашали на свидание Обижались И плакали тайком Только Валентина Андроновна Ни разу не вызвала виху к доске Хотя та аккуратно готовила все уроки И у других учителей отвечала Только на пять А в субботу после уроков Вика вдруг предложила А давайте попрощаемся с осенью И мы всей компанией Отправились в Сосновку В дачный поселок Сагар Добрались на электричке Потом лесом до речки Пока ребята возились Будто богом и костром Вика предложила мне прогуляться Бывало здесь раньше? Да, здесь недалеко наша дача Веселая такая, голубенькая Папа сам красил А почему мы? Сейчас все опечатано Я хотела взять вещи, откуда Но мне не позволили Я любила читать здесь Здесь очень красиво Сядь, чего ты маячишь? Ландыш Ты любишь меня, Ландыш? Да Ты долго будешь любить меня? Всю жизнь Тогда обними меня Обними меня покрепче Жора, Вика, где вы? Кошки уже поздно Иди сюда Мы уже идем Иди сюда Иди сюда Иди сюда Иди сюда Так, почему нет объявления о собрании? Валентина Андроновна, его никто не хотел писать, и мы считаем, что... Они считают. Нет, вы слышите, они уже считают. Валентина Андроновна, не нужно никакого объявления. Все и так собрались, и без объявления. И не без себя, Парень. Где Люберецкая? Она еще не пришла. Так ей стало. Валентка, быстро беги за Люберецкой. А у нас есть время поговорить и поразмыслить. Теперь мы все убедились, что Люберецкая — жалкий трус. Они мученица, не страдалица, как они и думают ее плохие друзья и плохие подруги. Да, Ландес, плохие друзья. Хороший друг, верный товарищ, всегда говорит только правду, какой бы горькой она ни была. Не жалеть надо, жалость обманчива и слезлива. А всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. С этих принципиальных позиций мы и будем избирать персональное дело Люберецкой. Да, может быть, я тороплю события, но я свято убеждена. Валентка, где Люберецкая? Валентка, я тебя спрашиваю, где Люберецкая? Она, она в морге. В те дни, что оставались на похорон, наша компания не приходила в школу. Следствие длилось только сутки, потому что Вика оставила записку. К моей смерти прошу никого не винить. Я поступаю сознательно и добровольно. Она наглоталась снотворного и просто уснула. Следователь сказал, что ей не было больно. Утром, в день похорон, мы все пришли к школе. Наконец, на крыльцо вышел Николай Григорьевич. Дети, сегодня не будет занятий. Младшие могут идти по домам, а старшие пойдут со мной и проводят последний путь своего товарища, трагически погибшую ученицу девятого Б-класса Викторию Люберецкую. Дорогая Искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько, не будет стыдно. Я никому на свете не стала бы объяснять, почему я делаю то, что сделаю сегодня. Но тебе я должна объяснить все, потому что ты мой самый большой друг. Меня вызвали к следователю, и теперь я знаю, в чем именно обвиняют моего отца. А я верю ему, и не могу от него отказаться, и не откажусь никогда, потому что мой папа честный человек. Нет, я не струсила, Искра, что бы обо мне ни говорили. Я не струсила. Я поступаю так, потому что не смогу отказаться от папы. Сейчас я упакую книги. Это Есенин и Грин, как я и обещала. Унесу на почту и лягу спать. Я не спала уже две ночи, и, наверное, усну легко. А книжки тебе на память. Спасибо, что вы, мои настоящие друзья, были со мной до последнего. Прощай, мой друг. Твоя Вика Люберецкая. Я не отрываясь смотрел, как ребята тщательно отряхивают друг друга от снега, как один за другим заходят в квартиру. Откуда-то на столе появились мои любимые печенья. Наверное, ребята купили их в складчине. За чаем воспоминали Вику, живую, веселую, с первого класса. Они говорили, перебивая друг друга, дополняя, досказывая. Какой тяжелый год! Это потому, что он високосный. А следующий, следующий будет лучше. Вот увидите. А следующий был сорок первый. Субтитры сделал DimaTorzok Я смотрю на фотографию своего девятого байкласса. Из мальчишек, которые смотрят на меня с фотографий, в живых осталось лишь четверо. Обыкновенные девчонки и мальчишки. Просто им выпало жить в трудное время. Хотя когда оно было легким в нашей стране. Просто они сделали свой нравственный выбор, Шагнув из-за школьной скамьи и смерти ради страны, которую они так любили. Субтитры сделал DimaTorzok Браво! Браво, ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Видимо, мои дорогие, даже в больших театрах высшая поплала творчество. Это когда зал встает, никто не договаривался. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, ребята, вы знаете, я не знаю, как вы, я сегодня просто счастлива. Потому что я вижу перед собой людей, которые в скором будущем построят хорошую-хорошую жизнь. Потому что это настоящие люди. Вы большие молодцы. Вы огромные труженики. Вы совершенно удивительные дети. Будьте, пожалуйста, всегда такими. И позвольте мне, как и в первом отделении нашем театральном сегодня, и во втором отделении, сказать огромное спасибо не только детям, замечательным детям, фантастический маскарад, фантастическая пьеса последняя. Позвольте мне сказать огромное спасибо классным руководителям, которые все это вместе с вами делают. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. Такая серьезная, сложная тема. Я очень боялась, когда вы репетировали на втором этаже. Но я думаю, что она прошла через сердце. И, в общем-то, конечно, затронула весь зал. Правда? Поэтому огромное вам спасибо. Первая часть нашего фестиваля закончена. Первая, потому что еще... Потихонечку спускайте. Потому что еще после каникул, в конце января, мы с вами увидим спектакли двух одиннадцатых классов. Я уверена, что это будут замечательные спектакли. Ребята репетируют, они готовы. Мы просто поняли, что нам уже физически не хватает времени. И еще мы увидим веселые, праздничные, радостные спектакли наших малышей, ребят начальной школы. Потому что именно с начальной школы все вот это творчество начинает зарождаться. И если бы это было не так, если бы это не растили в вас с молодых ногтей, то, наверное, вот к старшему звену мы бы не видели такого фейерверка чувств, эмоций, творчества. Но первая часть сегодня закончена. Я поздравляю нас всех. Это было бесподобно. Спасибо вам всем. А у нас с вами впереди 27-го числа Новый год. Поэтому сейчас мальчишки остаются здесь, разбирают стулья. И все, кто свободен, мальчики и девочки, остаются. И мы собираем новую красивую школьную йогу. Спасибо.